А журнал еще выходит, то есть весь 1903 и 1904 год, а потом субсидия закончилась и не продолжилась, потому что, если бы у них были деньги, они, может быть, дальше сдавали. Но началась русско-японская война, поэтому денег больше не было. Они еще пытались немножечко покучивать Тенишева, но Тенишева не нравится Бенуа. Она говорит, вот возьмите Рериха. Рерих очень хороший, мне нравится, а Бенуа не надо. Ну, Тенишева сказала, отлично, так, очень классно, мы берем Рериха, Бенуа не надо. Но потом Тенишева видит, что в документах Бенуа никуда не делся, и она денег не дала, и журнал закончился. Но 1904 год, когда последний год издается «Мир искусства», Тенишев уже собирает картины для своей такой огромной, преогромной выставки, которая не имела, в общем, аналогов, 2,5 тысячи портретов. Историческая выставка русского портрета в Таврическом дворце. То есть он там применяет все свои знания, там играет, даже написано, смотрите, вот буфет и вот оркестр музыки. Четыре раза в неделю там играет оркестр. Правда, это вот немножечко, так как у него есть великий князь, который с ним делает, то потом немножечко его там подвинули, и в каталоге уже даже Дягилева нет. Но, то есть есть такой меч, даже если он сделал одну эту выставку, это уже прям такое событие. Почему? Потому что все эти картины, которые он собрал, которые никто не видел, которые где-то там доставали ему с чердаков, все эти творяния, ну, потом будет революция, да, и многие, уже в 1905 году, уже многие из них просто после того, как возвращение в свои дворцы, их больше не было. Давайте посмотрим немножко на залы, как это было оформлено, то есть там были визжевые цветы, цветы были разделены по эпохам. Вот это вот сад по рисунку Бакста. Про современное искусство была еще интересная там история, она ходит по интернету, как там, по-моему, как это, вдовствующая царица, да, она села там в какое-то неконогое кресло Бакста, и когда она встала, кресло осталось на ней. Вот, я сказала, что надо было написать, что кресло для нимф. В 1905 году заканчивается история Философова, Гиппиуса, Мережковских, в смысле, как заканчивается их Россия, вот эта вся вот беготня. Он через 1905 год думает, что вот мы, они хотят уехать из России, и Философов колеблется. Уезжать, не уезжать, и он должен попросить благословения у мамы. Вместо этого он там приезжает, а это летом. Вместо этого он приезжает, да, ну это тоже в аудиогите будет. Не хотела бы, ну расскажу. Ладно, то есть понятно. В 1905 году они, значит, едут сначала в Крым, потом они едут на какую-то такую дачу в Кубрино, где вот перед тем, как Философов уедет к себе, а у них есть имение Богдановского Философовых, где они там каждое лето отдыхают, где они там писали все эти свои статьи с Диагилевым. И вот его мама ждет, он должен поехать к маме и попросить у нее благословения, чтобы уехать с Мережковскими со границы. Вот, и перед этим пришла Гиппиус, и, по-видимому, пыталась его соблазнить неудачно. И вот потом они обмениваются такими письмами-трактатами, там на 40 листах. И Философов приехал в Богдановск и ничего маме не сказал. Потом приехал в Петербург, ничего не сказал, вообще ничего не говорил, не говорил. Потом все-таки собрался, сказал, но потом, как только он написал маме, что мы хотим поехать, он опять сказал, что я никуда не поеду, потому что, ну, все-таки он такой человек, который... Понимаете, вот интересно, что вот эта вся история Диагилев и Философов, они все-таки очень независимые, автономные персонажи, потому что все остальные истории, да, ну, мы знаем, да, Диагилев там нежинский, его всякие балетные, Диагилев никого не спрашивает никакое мнение, да, он главный. Вот. А они оба очень властные люди, вот. Но Диагилев сильнее Философова, и все-таки в этих отношениях ему некомфортно будет, хотя он с ними все-таки уедет. Но уедет он после чего? Он уедет после того, как в присутствии Диагилев с Диагилевым, они подрались в ресторане Данон. Вот ресторан Данон, он сейчас выглядит... Я, ну, сейчас тоже, я сегодня ходила на него смотреть. Вот. Он такой заброшенный. Очень интересно, что набережная Мойки-24, он находится в арке. А он был такой очень камерный, у него с другой стороны дворик был. Это вот внутри интерьер. Тут уже написано, что он Данон Бетанной Татары. То есть это уже, когда открылся еще новый Данон. Вот. И у него был такой садик, и вот я сегодня там пришла и посмотрела на него с вот этой стороны через решетку и со стороны садика. А в садике гуляла дама с собачкой. Вот. Она сказала, знаете, знаете, что это? Я говорю, знаю, ресторан Данон. Он говорит, это вот Боярский купил, вот, и вот ничего не делает. Вот. А вообще тут был в советское время детский сад. А тут мой сосед туда ходил, там утре очень красиво, там статуи, лепни, ну все это осталось. Что-то такое вот заброшенное место есть. В общем, после этой драки Сософов согласился уехать с Мережковским и Гипис. Но он уедет не с ними. Он уедет со своей мамой раньше. День, когда он уедет, он уезжает с Варшавского вокзала. Потому что они едут за границу в Швейцарию. Дегерев не знает про этот отъезд. В этот же день Дегерев приезжает из Москвы на Николаевский вокзал, который сейчас Московский. В 11. Сософов уезжает в 12. Вот. Здесь 4,5 километра между ними. Дегерев успел за 5 минут до поезда доехать до Варшавского и попрощаться. После этого он делает свою последнюю выставку в Петербурге. Вот, кстати, вот сейчас у меня есть вопрос. Потому что это храм, литеранский храм Святой Екатерины. Пишут, да, что он в Екатерининский, там есть Екатерининский зал. Вот там была выставка. Ну, то есть, вот, там есть Екатерининский зал? Ну, если кто-то мне расскажет про вот эту последнюю, там не очень понятно. То есть, вообще, ну, церковь на Малой Конюшиной, там вот была выставка, да, последняя. Вот на ней он выставляет свой знаменитый портрет с няней, который написал Бакс. Про няню вы тоже узнаете из аудиогида. Вот. Что еще важно, вы сделали мироскучники с Петербургом? Они его очень любили. Причем они любили Петербург не так, как вот, да, там, за парадную часть. Потому что до этого был, ну, как, был Петербург, ну, Гоголя, там, портреты, вот это все, и Достоевского. Вот, они стали искать свой. Ну, вот это Бенуа, у него очень знаменитые иллюстрации к медному всаднику, его акварель. Вот, Островомова Лебедева. Это наша такая женщина-гравюр. Кан. Дубужинский, да, это не парадный Петербург, совсем это такие дворы, закоулки, лансерем. Мне кажется, что-то много чего забыла, но я просто бумажку посмотрела. Вот. Смотрите, значит, я думаю, что будет так. Через дней 10, если все будет хорошо, будет готов этот аудиогид, который вокруг редакции, можно будет его пойти тестировать. Я про все это напишу в соцсетях, можно подписываться и узнать. Можно будет пойти. Он будет на платформе Изи Тревел. Изи Тревел – это приложение, которое вы скачиваете на телефон. Оно довольно большое, 200 мегабайт. Вот. И аудиогид еще занимает сколько-то места. Вы можете, ну, его послушать, да, ходить по этим местам. Но можно, если вы, например, ну, вы все живете в Петербурге, раз вы пришли. То есть вы можете все пойти. А так вообще можно его слушать и дома, потому что там будут все, ну, там, сделать. То есть мы сегодня снимали как раз фотографии для него. То есть эффект присутствия, если вы живете в другом городе, по мере возможности мы обеспечим. Но пока это будет тестовый период, он будет только, возможно, с телефона. Там будет доступ по кодовому слову. Потом можно будет с компьютера там слушать и смотреть. Вот. Ну, я думаю, что совсем готов. Он будет в начале февраля. А если все будет хорошо, то ко дню рождения Бенуа будет второй аудиогид, где можно будет узнать вот как раз про их прошлое, как они все познакомились, про их семьи. Я сейчас очень, на самом деле, мало показывала семьи. И вообще не показывала родителей, но потому что так было понятно, что много. Ой, слушайте, а по времени нормально же, я смотрю. Да, все хорошо. Вот, все, я так и планировала примерно закончить. Можно задавать вопросы. Да, нужно. Слушайте, вот, это очень классный вопрос. Смотрите, в чем дело. Я почему-то думала, что это, ну, да скажем у нас вот там слева. Я думала, что квартира тоже слева. И когда я вообще начинала, я давно занимаюсь этими вопросами, интересно так медленно. Я в нее, я ходила в эту квартиру, она была пустая. Но есть такой Александр Ласкин, профессор, исследователь, или он написал много книжек про Дягилев. Я была у него один раз на лекции. И он рассказывает, что это квартира, в которой живет его друг. Поэтому, я так на что, он думает, что это правая квартира. Справа, тоже на третьем этаже. И, ну, например, там есть заметка. Ну, так как они, ну, на этой же лекции Ласкин сказал, что Ленин учился, вот тоже на юридическом, и их пальто висели рядом, поэтому, ну, Ленин учился в Казани. Вот, поэтому, да. Слушайте, ну, вот я вот это не про печь не помню, но я помню, по-моему, но это у Гиппиус. А Гиппиус, там у нее есть какие-то моменты, где вот, ну, я вот тоже занимаюсь, она пишет, что налево от входа была комнатка, где вешали карикатуры членов редакции. Ну, то есть, вот мы заходим налево, по идее, вот эта маленькая, то есть служебная, то есть квартира, вот эти барские, смотрите, это анфилада, парадные комнаты выходят на набережную, служебные выходят во двор. То есть, если это комната слева, и мы как бы по ней ориентируемся, что она служебная, то это действительно квартира, которая идет в доме направо. Вот, не знаю точно, какая из двух. Хороший вопрос, я буду рада узнать когда-нибудь это. Я, естественно, да, рассказываю все какие-то вещи, да. Пору лет назад продавалась у Чайковского мастерская Дягилева. На Чайковского? Мастерская Дягилева? Да. Именно мастерская? Именно на Чайковского? Ну, где, ну, казали. Дом Бака? Да, как сказать. Ну, вот у нас Марина там все про это может рассказать, кто там живет. Да, про дом Бака давайте скажем. Дома Бака тоже будет свой аудиогид когда-нибудь, да, скоро. Вот, и тогда можно будет... Вот мой аудиогид в аудиокредакции заканчивается в доме Бака, и можно будет там в доме Бака пойти сразу по всему дому, и точно там есть, там будет прикладка, но она не... Там с ней очень такая сложная... Там есть квартиры, про которые все рассказывают, что это мастерская Бакста. Вот как раз Марина на первом Крайконе есть публикация в Собайке, рассказывала про то, почему эта путаница возникла. Вот это большое окно в третьем дворе, это не Бакста, это другое, да. Ну, вот в аудиогиде будет уже про... Там будут окна, где конкретно. То есть я думаю, что это немножко... То есть то, что ходит по интернету, это немножко не то. Там путаница. У Бакста была там скромная мастерская, они вот с высокими потолками, а она такая маленькая. Вот эти вот картинки, ну, вот фотографии точно из нее, которые были здесь. Так, еще можно вопрос. Я люблю отвечать, не стесняйтесь. Может, ты сейчас перепутали с Чайковской, это же так же, как Шарел в твоих воспоминаниях, когда... А, вот. Может быть, оттуда это, кстати, и возникло, что, ну, появилось, что это вот именно, что Бакст вот там, потому что, да, Шагау называет адрес, что Бакс жил на Чайковской. Ну, на Сергиевской, а Сергиевской сейчас в Чайковской. То есть, возможно, вот из этой путаницы... Ну, и внутри дома Бака тоже была путаница, где конкретно мастерская Бакст. Вот. Я думаю, что вас еще что-то интересует. Ну, я не верю прямо, слышите. Давайте я посмотрю, вот я тут написала этот анонс, и я вообще вам рассказала. Значит, мальчик, воспитанный маскаронами, рассказала, кто вырастает из майских жуков. Это про гимназию майя, что они все оттуда вырастут. Зачем Сомову балкон, да? Давайте вернемся к Сомову, посмотрим на его балкон. Он Сомов на балконе любил принимать, в зависимости от погоды, солнечные ванны или воздушные. Ну, вы знаете, Петербург, тут солнечными ваннами трудно, поэтому, когда нет солнца, то воздушные. Вот. В дневнике записывал, ну, в том числе и в голом виде. Вот. Видимо, прохожие должны были радоваться. Ну, не знаю, там вот самая такая запись, это вот этот балкон в середине, что я вот это, я загорал голой на балконе, рядом сидела Анюта, это его строение маникюрилось, а потом подо мной подломилась скамеечка. Вот. Так, что еще не сказать? Так, какого цвета диван у Дягилева сейчас скажу? Что не так с прической Дягилева от Гиппиус рассказала? Где у философово ударение? Ну, вы все поняли, да? У философово ударение на вторую О. И это действительно очень сложный вопрос, потому что вот мне сейчас писали цитаты, и у меня три человека, у кого были фамилии философов, я им написала, куда ударение, они все прочитали неправильно. Ну, потому что непривычно, я сама несколько лет... Да, ну, если вы откроете, ну, я просто действительно с несколькими там специалистами обсудила, точно философов. Вот сто процентов, давайте. Да, вообще это очень интересно. Я когда первый раз брала книжку философов в библиотеке, я написала требование, в РГБИ, в Москве есть, в библиотеке искусств. Он говорит, что такое, фамилия такая интересная? И принесли мне книжку. Ну вот, да, такой человек, да, который даже его в библиотеке не знает, даже вообще, что это фамилия. Вот. Кто будет доить мамонтова, мы узнали. Причёской, прической, так. А, диван, 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 диван вам прочитала. Это про то, вообще, что за человек Нувэль. Вот у них такой есть, что он делал. Я вам ещё совсем не рассказала, потому что не влезала. Они ещё делали, если, ну, рукам вечера современной музыки, это отдельное направление от мира искусства. Вообще, он музыкант, они там с Дягилевым играли по четыре руки. Нувэль первый, кто увлекался балетом. То есть, я прям даже могу сказать, конкретно есть письмо, где он, 97-го года, где он просто программные вещи для русских сезонов потом излагает с Омыву. То есть, этот Бенуа там пишет, что я, вот балеты там, ну, Нувэль, что-то там. На самом деле, вот Нувэль реально, балеты, это от него. Но этот такой человек, он, значит, с одной стороны, он для всех лучший друг. Он все про всех знает, ему все, они все сдают ему секреты, при том, что он, ну, всех их сдаёт друг другу. То есть, там было, что, тут, да, вот, Нувэль, это, они все, смотрите, Валечка, да, очень важно. Потому что я несколько уже раз слышала, что Валечка, наверное, это, ну, Серов, ну, потому что он Валентин. На самом деле, Валентин, Валентоша, Тоша Антон. То есть, у Серов, у них Антон. Бенуа Шуренька, Бакс Лёвушка, не так, где их понятно, Серёжа, философов Дима. Кстати, философов Дима, это необычно, потому что Диму назвали Митями. То, что он Дима, это уже, ну, так вот, как-то. Так, на чём мы остановились? На диване. Вот, при этом, значит, ну, ну, вот, знает все секреты, лучший друг для всех, даёт им друг друга. Ну, идеально, вот письмо, например, Тягилев пишет, Бенуа, слушай, ну, вот нам, ну, прочитал, Нувэль, твоё письмо, ну, конечно, мы потом его сами прочитали, он просто не то выражает. Мы сначала обиделись, но просто не умеет читать, как надо, не с тем выражением, где там, ну, то есть, Бенуа критиковал Дягилева, а вот, например, вариант, то есть, Дягилев уже приехал на Фонтанку, 1901 год, спешу дать тебе маленькое поручение. Будь добр, зайти к Либерти и купить мне материи на две подушки на мой большой диван в кабинет. На каждую подушку нужно около квадратного воршина. Лучше два разных куска лёгкой материи, вроде шёлка, неустая, светлых тонах, сообразно с коричневым диваном и зелёными стенами. Пожалуйста, привези. То есть, мы можем узнать, что у Дягилева в кабинете коричневый диван и зелёные стены. Из этого письма. Ну, слушайте, ну вот, всё, что написала для затрат, рассказала. Можете ещё что-нибудь спросить. Да, всё, спасибо. Спасибо.